Крайне важно решить проблемы с доступом к скоростному интернету во всех селах нашей страны. Это срочная задача, стоящая перед правительством. В первую очередь нужно до 2027 года провести скоростной интернет во все школы, где его еще нет. Касым Жумартукаев, президент Республики Казахстан. В Казахстане насчитывается более 5000 сельских школ. В 65% этих школ скорость интернета соответствует установленным требованиям. По данным Министерства просвещения Республики Казахстан. Продолжаем проверку школ страны. Наша следующая локация расположена в северо-казахстанской области. Показательное село Новонекольское. Здесь асфальтированы все дороги, тротуары, возведены все социальные объекты. В этом выпуске мы отправимся в среднюю школу имени Геннадия Зенченко. Это специальный проект дежитного школы. Проверим, в каких условиях дети получают знания и как проводят время на внеклассных занятиях. Дети при классных руководителях выбирают, какое блюдо он будет кушать. Сегодня на хозяйственную школу тратят ежемесячно 35 миллионов. У нас дети занимаются в хореографическом коллективе от 4-5 лет и выше. Никольское входит в число лучших сел Казахстана. Сельскую жизнь довести до идеала и создать комфортные условия удалось за счет деятельности крупнейшего производства мясной и молочной продукции. Почти все население трудоустроено на ферме. Дети сельчан обучаются в местной школе. В 2020 году государство и крестьянское хозяйство профинансировало капитальный ремонт школы. Этого корпуса еще год назад не было? Нет. В прошлом году мы его запустили, 1 сентября. А начали его строить в прошлом году, в мае месяце где-то закладывали фундамент. Здесь вообще был пустырь. А как успели? За счет хозяйства. Умеем, если хотим. Я работаю 15 лет. Помню, как было до этого и как сейчас. Очень многое здесь изменилось. Коллектив хороший. Все работают, стараются. Детки у нас тоже молодцы. До, конечно, было совсем другое. Сейчас это две большие разницы. Очень все хорошо. Есть стремление у детей учиться. В таких условиях тем более нужно учиться и учиться только. В столовую сельской школы доставляют исключительно отборные продукты фермы. К меню отдельный подход. Мы направляемся в столовую средней школы имени Геннадия Зенченко. Говорите, за 15 минут здесь успевают пообедать 120 учеников? Да. Дети при классных руководителях выбирают, какое блюдо он будет кушать. Будет он кушать борщ завтра, либо он будет кушать суп, либо он будет кушать рассольник. Столовая делает калькуляцию и закупает. Здесь все на месте, закупает продукты. Столовая начинает работать с 7 утра, поэтому все детки сейчас кушают. А что насчет детей, которые привоз? Как они питаются? Те детки, которые приездные, они же... У нас есть группа продленного дня, то есть ГПД, где воспитатель с ними выполняет домашние задания. Это только приездные дети. Перед тем, как детей увезти, у нас седьмой урок заканчивается 20 минут четвертого. У нас в одну смену. То есть 15-20 у нас заканчивается урок. Поэтому этих детей в половине третьего, прежде чем увезти в отделение, потому что все родители здесь работают, все получают заработную плату, чтобы ребенок домой голодным не приехал, их еще раз покормят. Но уже то, что они выбирали утром, то, что кушали, отдельно им уже готовить никто не будет. В любом случае у детей есть возможность два раза принять пищу? Да. Ход занятий всегда под контролем директора. Все уроки сельской школы можно посмотреть со звуком в режиме онлайн. Сколько в школе камер видеонаблюдения? 64. В каждом классе? В каждом классе и в туалетах, где имеются кабинки. То есть, где дети моют руки. Это было принято решение, связанное с тем, что сейчас до, в прошлом году было в свободной продаже вейпы. Сейчас запретили. Поэтому надо видеть, чем дети занимаются. Вот можно сюда зайти посмотреть. Это туалет для мальчика. Вот мы уже в новой школе. И этот. Есть кабинка. Его не видно. Но вот камера, которая смотрит, чем детки здесь занимаются. Да, на самом деле, и когда в школах очень часто распространен буллинг, это, кстати, тоже очень актуально. Это все происходит в туалете. Пользоваться мобильными телефонами на уроках и переменах школьникам запрещено. Цифровое значение кабинетов позволяет осваивать темы без гаджетов. Во всех кабинетах размещены интерактивные доски в планах только увеличить скорость интернета. Этим летом, в 2024 году, у нас в бюджете заложено проведение оптоволокна в среднюю школу имени Геннадия Зенченко. А в целом, как с интернетом дела в школе? Ну, вот сейчас мы подходим к кабинету информатики, где 8 мегабит в секунду. Поэтому было ходатайство в районный отдел образования. Районный отдел образования одобрил. Поэтому этим летом у нас будут проводить оптоволокна. Но я заметила, что на первом этаже интернет быстрее. Ну, на первом этаже у нас локальная сеть от хозяйства, от спонсоров, там 30 мегабит в секунду. Сколько вложений требовала эта школа и как давно ее спонсирует хозяйство? Хозяйство спонсирует ее исторически уже на протяжении всего существования хозяйства, то есть 90-х годов. Сегодня на хозяйство, на школу тратят ежемесячно 35 миллионов. То есть, я не говорю, это строительство. Это единственные траты, которые мы осуществляем каждый месяц. То есть, это предоставление, конечно же, питания. Директор школы сказал, сколько уходит денег. Потом мы осуществляем подвоз собственный, подвоз детей на Олимпиады. Предоставляем материальную помощь на выезд. За границу даже, если я слышала. То есть, это и Корея, в Узбекистан недавно ездили. Любые потребности сегодня наших спортсменов мы, естественно, выполняем, стараемся выполнять. Если брать из такого серьезного, то 2021 год прошло капитальное строительство школы. То есть, это была инициатива и хозяйства одновременно, и подали заявку в отдел образования, чтобы сделать именно такую школу, которая сейчас есть. Хозяйство на тот момент потратило около 170 миллионов. Хозяйство делает это безвозмездно? Безвозмездно, да, абсолютно. Тут на таких вот началах, так говорится. Расскажите немного, существуют разные программы, государство их поддерживает, такие как ГЧП, вы с ними знакомы? Да, конечно. Уже мы на протяжении трех лет подали все необходимые документы. Где-то даже, опять же, на себя берем финансовую помощь, финансовую помощь для того, чтобы разработать какие-то проекты, чтобы нам получить это ГЧП и уже полноценно, скажем так, заниматься именно развитием школы, модернизировать ее, улучшать. Вот, ну, работа пока, конечно, ответа нет. Комфортные условия для детей созданы не только в школе. Спонсор также за свой счет построил в селе хоккейный корт. Здесь мы проводим соревнования, еще раз повторюсь, по хоккею. Проходят районные соревнования, то есть приезжают команды с других районов. Ну, хозяйство оказывает материальную помощь в виде призов денежных, для того, чтобы какой-то стимул был у ребят для того, чтобы играть. И это далеко не вся инфраструктура. В селе прекрасный детский сад, просторный дом культуры и целый спортивный комплекс. А вот вы отметили, сколько ежедневно посещают этот комплекс? 50-60 человек ежедневно. Со всего села? Да, со всего села. Дети, получается, и взрослые. У меня есть план, специальный план, что я на каждый год делаю план. И вот мы проводим, раз в неделю мы проводим, и пытаемся в воскресенье проводить. Потому что в воскресенье люди дома, что это? Мы в воскресенье проводим волейбол, баскетбол, плавание, танцуем наши флешмобы, потому что я гимнастикой еще занимаюсь, и мы танцуем свои флешмобы, у нас их очень много. У меня есть группа здорового образа жизни от 6 часов понедельник, среда, пятница. В 6 часов мы занимаемся фитнесом, потом идем занимаемся акваэробикой. У нас дети занимаются в хореографическом коллективе от 4-5 лет и выше. Коллектив имеет звание народный, в нем занимаются 4 подгруппы возрастные. И все это делается, конечно, бесплатно. И каждый день репетиции, у нас хореограф тут и костюмы предоставляется, все. Все, что нужно детям, у нас тут все есть. Главное, чтобы ходили. Доступом к электричеству все сельские объекты, включая школу, обеспечивают две внушительные электростанции. В учебных заведениях скоро проведут и высокоскоростной интернет. Новонекольской школе 55 лет, но по оснащению ее можно сравнить с абсолютно новым образовательным учреждением. Ученики, получая знания в комфортных условиях, и лидируют в научных и спортивных соревнованиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кул họ processes